В Саране полностью решена проблема жилья для многодетных семей. В канун праздника последние 120 семей, которые стояли в очереди, заехали в новые квартиры. Жить в доме будут в том числе и люди с ограниченными физическими возможностями. Именно поэтому новая высотка имеет свои особенности. Какие, расскажут мои коллеги. Нажал кнопку и дома. Это первые появившиеся в многоэтажках Карагандинской области автоматические подъемники для маломобильных людей. В этом новом доме в городе Саране для людей с ограниченными возможностями продуманы и более широкие дверные проемы. Жилье понравилось, комната и все. Заезд хороший. Большое спасибо. Всего на воселье в арендных квартирах сегодня отметили 120 саранцев из уязвимых слоев населения. Все не ждали жилье по многу лет. И теперь многодетных семей в очереди не осталось. Здесь все очень хорошо. Квартира хорошая. Для детей удобно. Садик, школа. Все рядом. С учетом того, что город не имеет центрального теплоснабжения и отапливается автономными котельными, этот дом построен с использованием целого комплекса энергосберегающих технологий. Здесь особенно бережно сохраняют тепло и специальные окна и стеновые панели. При этом все стройматериалы произведены здесь же, в Саране. В следующем году начинается строительство еще трех. Именно вот таких типовых домов. Это получается примерно 300 квартир. Ну, сроки строительства чуть больше года, поэтому уже в 2021 году три дома новых будут сданы. То есть в городе начинается активное строительство жилья. Всего в этом году по программе Нурлежер в Карганинской области на строительство и выкуп жилья было выделено 11,5 миллиардов тенге. Введено в эксплуатацию 194 квартиры. Марина Золотарева, Илана Чавус, Василий Савкин. Тоги дня. Карганинская область.